У нас соседи сейчас сверху переехали люди, теперь в нам живут другие люди, и каждый день стабильно, с девяти до семи, фигеть. Всем привет, сегодня у меня в гостях очень особенный для меня человек, это Ульяна, она книгоблогер из, это так можно сказать? Видеоблогер, который делает книжные обзоры, и она также живет в Петербурге, что мне всегда приятно. И сегодня каждый из нас поделится тремя вещами, которые мы считаем, что каждый из вас должен сделать этой осенью. Ульяна, как гость, тебе приходит право первенство. Первая вещь, которую я порекомендую вам сделать этой осенью, это найти какую-то музыку для переходного периода из лета в зиму. Это что-то уже должно быть, на мой взгляд, не такое супер радостное, как летом, возможно, вы слушали. Это очень спокойная, расслабляющая музыка, которая поможет вам настроиться на правильный учебный и не только лад, и, возможно, подготовит вас к тому, что до Нового года осталось меньше ста дней, потому что Новый год это очень важное событие в жизни каждого человека. Так что давайте собирать новую интересную музыку и... и всё. Звать! Мой первый пункт — это отпраздновать Хэллоуин. В прошлом году я впервые, наверное, вот именно серьёзно так отправилась на вечеринку. На самом деле мы отправились по всем злобным... Как это называется? Злачным. Да, с зловещим местам думской. Мы начали с арки, которая находится... Ну, все знают, наверное, кто. В Петербурге, где находится арка, и там у них была прям тематическая вечеринка с коктейлями, а потом всё это закончилось в думской. Я прям за неделю сделала свой костюм. Я купила крылышки чёрного ангела и купила какую-то простую футболку из Ачендема и полностью вырезала спину. То есть было и сумасшедшие смолки, и ресницы, всё было весело. И я определённо советую каждому, вот... Хоть это и не наш праздник, и кажется кому-то глупо, почему мы празднуем такой... Не знаю, это же американский вроде праздник, что-то такое совершенно западное, но, мне кажется, это просто отличный повод повеселиться с друзьями вечером и быть тем, кем ты давно хотел быть. Фоня, продолжай. Продолжаем в некотором роде Машину тематику выхода из дома этой осенью. Я рекомендую вам наслаждаться последними тёплыми днями, где бы вы ни жили. В Петербурге, мне кажется, эти тёплые дни вот-вот закончатся. Поэтому гуляйте, наслаждайтесь большим количеством выставок, которые сейчас проходят в нашем городе. У нас огромное количество музеев, и, насколько я понимаю, в четверг каждого месяца, первый четверг каждого месяца, они практически все работают бесплатно, вы можете туда сходить, посетить, что вы хотите. Так что не сидите дома сейчас, вы ещё насидитесь дома зимой, в сессию, в какие-то всякие там сочинения, диктанты, которые сейчас школьники будут в 11 классе писать. Так что наслаждайтесь прекрасным городом, в котором вы живёте. Продолжая теперь тематику Ульяны, я сначала тоже написала себе пункт пойти просто погулять в парк. Я, когда училась в физико-математическом лицее, мы... у нас лицей буквально в 10 минутах от Таврического сада был, и, наверное, это самый мой любимый сад, вот осенью. Но я поменяла свой пункт неделю назад, когда впервые поехала в лес собирать грибы. И меня почему-то так прёт от идеи самому собирать себе еду на ужин. То есть я весь день была в лесу, ну как весь день, пару часов, но собрала себе грибы и ужином их съела. И вообще, оказывается, по лесу ходить намного тяжелее, чем по песку в гору. То есть... ну это считать, на самом деле, одно и то же. Потому что ты постоянно поднимаешь ноги, то есть это отличная зарядка, и ночью я спала, как убитая. То есть даже не обязательно грибы собирать, если это не ваше. Просто съедите в лес и вот проведите там часа три. Мне кажется, это отлично, а не для здоровья и для успокоения своих мыслей, разума. И последний пункт от меня тоже в некотором роде продолжает то, что сказала Маша. Чтобы не замёрзнуть во время вашей замечательной прогулки в лесу, сходите и купите себе что-нибудь тёплое и прекрасное. Потому что сейчас осенью я, конечно, больше отдалена от Маши на тематике. Насколько я понимаю, сейчас тоже будут какие-то распродажи, или они уже были. Вы должны купить себе что-то тёплое, что-то новое, что заставит вас любить этот сезон. Ну, потому что осень для многих крайне депрессивное время, и для меня даже порой тоже. Поэтому я всегда покупаю себе новый шарф, как мама могла говорить, только не покупать себе 25-й шарфик. Купите себе чашку, из которой будете пить согревающий какао или чай, наслаждайтесь и создавайте прекрасную осеннюю атмосферу. Да, а насчёт распродаж, лично я для осени как-то себе в основном покупаю на летних распродажах. А если есть что-то, от чего я могу отказаться, подождать пару месяцев, то я жду Black Friday или Cyber Monday. В общем, что-то из этого и заказываю с интернету. Вот, например, сейчас я уже себе сделала список, чего хочу, но это слишком дорого, чтобы купить сейчас, и вот я буду ждать. По-моему, это в ноябре, если не ошибаюсь. Black Friday — это следующий день после Дня Благодарения. Но когда День Благодарения? Это четверг какой-то. Последний четверг ноября. Вот, так что, если не спешка, то подождите до этого и закажите с интернета. А так, на самом деле, сейчас в любом магазине от Pullenberg до Topshop есть свитера. Да, я на самом деле у тебя просто зачем-то снова продолжаю свою тематику. Да, я бы в свитера ушла. И последний мой пункт — это испечь яблочный пирог. Мне кажется, это вот номер один осеннее блюдо. И я говорю сейчас не о шарлотке, потому что шарлотка не ассоциируется у меня никак с осенью, но вот именно такой американский яблочный пирог в форме корзиночки, когда сверху так ты кладёшь кусочки длинной полоски теста. И он печётся буквально, не знаю, 40 минут, подготовка занимает 10-15 минут. Просто каждый может сделать и очень вкусно. Особенно с чаем и книжкой. Я думаю... Нужны моменты, когда ты в следующий раз будешь печь яблочный пирог, и я буду ждать, у тебя во дворе падут. И это все наши рекомендации, чтобы провести отличную эту осень. И мы надеемся, что вам понравилось это видео. И мы также сняли видео на канале Ульяны. Три... Нет, шесть книг. Ну, да. Каждый должен был по три книги выбрать. Осенних. У меня это было три. У Ульяны... Чуточку больше. Чуточку больше. И я нажму... Можете кликнуть на неё. Или я также оставлю ссылку внизу. И да, надеемся, что вам понравилось это видео. И увидимся очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok